себя тебя два так вот у меня написано что у меня сейчас чтобы открыть следующий нет подождите я ничего не понимаю торговые идеи а военные то где я ничего не понимаю моя ничего не понимать в этом то есть может быть всего несколько что ли университеты здесь причем в таком случае уровень 5 тут парень нарывается на то чтобы ответить тебе на некоторые вопросы потому что он мастер европы 3 отлично такие люди нам нужны потому что я как я говорил уже полный профан так что нам нужно принять я думаю да вот это провинциальное управление снижает за 50 снижает риск восстания это нам очень даже пригодится потому что у нас тут религиозная рознь там национальная рознь все дела еще и налогов добавить нам так что это мы возьмем теперь технологии на грани в идее технологии так отлично вот я смотрю технология но флота построить флота да я вижу просто я же выжиме сколите в идее я иду в идее тут все еще тяжелые корабли не в идее технологии сказали бы я бы в технологиях после того там задержка небольшая так тащим коги со всего побережья ну сейчас все приплывут и одной посчитаем вот еще куча армии на это дело но армии то у меня 26 ну а когов у меня что как раз 14 15 16 по идее это же коги да 16 16 нам не хватит у него там 19 будет построена так станции тебе могут нападать опаньки что это что это пришло я такой еще не видел а и нет предлагает мир ага так мы говорим только за себя в этом то есть наш наш союзник в данном случае двух одежды участвуют в этом они говорят от лица всего своего альянса они отменяют свои претензии на албанию я правильно понимаю они прекращают вас цилизацию корфу они выплачивают на 54 дуката мы получаем значит 54 дуката в качестве репараций отказываются от своих претензий на албанию и корфу в то же время поскольку претензии на войну было дипломатическое оскорбление это претензии по которой я объявил на войну мы получаем 7 и 6 престижа и не ничего не получаем в качестве агрессии потому что мы ничего не захватили думаю что стоит согласиться потому что честно говоря меня задолбало воевать как там я подожди на наши мастер европа 3 да 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 ждем его ответа в комментариях ну мне кажется на самом деле это хорошее решение потому что я буду еще довольно долго строить корабли меня восклицательными знаками вот потому что я буду еще очень долго строить корабли а когда я их построю к тому же они могут озлобиться и позвать еще кучу людей войну короче это затягивается так теперь давайте распределять корабли обратно сейчас начать самое веселье потому что это жесть во первых мы берем наши транспортники все наверное можно как-нибудь сделать это побыстрее да вот так например все транспортники я прям гений так все транспортники все транспортники у нас остаются здесь после этого мы берем все остальные корабли и делим их значит наши это будет барка и это будет барка торговая да значит сначала одну барку мы оставим присоединим к ней карак пару галер например в качестве охраны опять на мамлюков посылают и собственно говоря а вот кстати вопрос коль скоро тут нарисовался мастер как мне поступать с этими барками они ведь сами по себе то есть мне нужно их направлять на какой торговый маршрут я так понимаю что мне нужно их направлять просто куда-то просто куда-то как вот такую защиту я правильно понимаю то есть они будут приносить дополнительный доход у нас еще тут какой-то казус были сейчас он тебе говорит прекращать флотом и смотри какие у тебя претензии остались с претензиями я знаю как и у меня остались надо разобраться с торговлей торговли мой был основной хлеб так что у нас тут в константинополь я и не хотел никого обидеть особенно мамлюков что такое тут написали что звучит как ругательство посылает на мамлюков мамилюки на самом деле милюки знаю поэтому поправляю так у нас остался 14 кораблей вот этих вот которые у нас будут просто тусить в эгейском море а тебе сказали что пусть стоят это для атаки и защиты это ваш эксперт советует так нет а барки то ну видимо про них и говорит ну барки же это торговые корабли ждем так вот у нас истек как раз дипломатическое оскорбление у тебя есть купцы? так а что это такое? мих 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 у тебя есть купцы? купцы да купцы есть купцы заняты сейчас я открою карту торговли смотрите один купец в Рагузе я не уверен что я правильно его использую он просто направляет что нет в порту я написал нет в порту потерял а то есть нужно держать их в порту что ли и тогда они будут приносить дополнительную прибыль а видимо ммм ничего не понял ну ладно странно почему так ну ладно ну как корабль баффер баффер вот мне тут пишут что может быть есть пехота которая типа лучше превосходящий тип юнита то есть лучший улучшенный азапская пехота и что а вот так вот понятно то есть у нас теперь будет если мы будем нанимать пехоту то у нас будет азапская пехота ну-ка давайте посмотрим да у нас теперь вся эта пехота вся перехода вот вам пожалуйста кстати как происходит улучшение вот ты хочешь сказать что старая пехота стала новой пехотой старая пехота стала новой пехотой но это я так думаю что это касается только пехоты кавалерии и ну это логично людей переодеть проще чем поменять обивку корабля ну и переобучить да а вот корабль как бы из маленького большой сделать я думаю никак не получится особенно и посадить на него маленький сказать что это шлюпка точно высаживаемся на берег на галерах отлично так что у нас тут новое национальное доступно национальное решение так что я принять давайте примем извини извини те корабли которые ты спрашивал они нужны для защиты атаки на врагов тут нет тут нет такого системы как корсара а зачем тогда это говорит правду он говорит охраняя торговые пути больше денег от торговли тогда зачем баркам вот этот трейд пауэр 3 дано то есть у всех остальных силы торговли 0 а у них 3 я пытаюсь понять да в шлюпку еще шлюпки так вот у нас есть претензии на трапезунт я думаю что трапезунт мы можем в принципе заняться в ближайшее время как раз таки потому что там как раз сейчас дохленькая такая грузия поскольку мы пойдем туда пешочком нужно разделить только армия наверное потому что я по своему опыту знаю что а почему я не могу их вести они а у них очень низкая мораль потому что я их только только перевооружил понятно ждем ждем пока у них вырастет мораль в таком случае что это за черточки на карте по воде это торговые маршруты да в пассивном режиме скажем вот эти да вот эти вот те которые те которые ты увидишь через 10 секунд да ну я убежал что про них говорил черточки такие 400 дипломатической потратить на торговцев путешественников 400 дипломатической силы за плюс 25 радиус торговли конечно я приму это путем охраны торговых путей они дают видимо бонус плюс 3 а понятно понятно теперь понятно спасибо спасибо хм вот не отжать бы отжать бы кафу у генуя это было бы прикольно мы можем объедем войну то есть понятно что можем я имею ввиду как у нас с претензиями никак и я случайно объявил войну конечно потому что я что сделал да действительно только русский человек может случайно объявить войну не важно за кого он там играет ох вот я лошара и все присоединились ясное дело наш эксперт отходил он прослушал часть разговора ну ладно ничего страшного он ничего не потерял кроме того что я объявил войну да я случайно я хотел нажать decline мне казалось что это кнопка типа decline отказаться а это была кнопка declare на самом деле поэтому такая фигня случилось давайте предложим аннулируем все соглашения нет как-нибудь там да, мне разгребать хахахахахахахахаха почему они не согласятся то почему они не согласятся я предлагаю что да я проиграл и что в этом случае я Я вам даже денег дам Хотите? Они сходят на тебя все деньги, заберут и не подавятся Четкий комментарий Прости, Уртл, но ты лох Ну, говно случается Говно случается, да Ничего, ничего Мы еще вытянем, на самом деле, смотрите Давайте посмотрим У нас есть много армии Хватит, тут идет спор, хватит тебе бабла откупиться Кто-то за, кто-то нет Мы еще выиграем Сейчас мы еще выиграем, так Кто там против нас-то воюет? Как там посмотреть-то теперь Тут же есть, наверное, карта В режиме войны нет Что-то было такое Как-то было, да Вот, вот так Эксперт сдулся, все, он не знает, что делать Играй сам Ну, ясное дело Вообще, обычно в такой ситуации Если я случайно нажимаю какую-нибудь кнопочку Я загружаюсь, но сейчас я не буду этого делать Нет, нет Что, все, ты уже придумал, что ему делать? Нет, все, это конец Слушай, этот парень один Он хотел сейчас, чтобы ты Мамилюков разнес Щепки А теперь ты хочешь, чтобы ты с ним союз закончил Ну Объясняю еще раз Я не смог бы выиграть у них войну Никак Просто физически К тому же у нас с ними очень плохие отношения Так что союз не выиграет Мы примем, короче, оборонительную позицию Мы встанем где-нибудь в Софии И будем защищаться Наши порты блокируют Ой-ой-ой, печаль, беда У нас продвинутая Давайте посмотрим по технологиям Здесь как-то же можно посмотреть Типа сферы влияния Экономика Благодаря тебе, один парень пошел тратить деньги на игру и на словарь На словарь это правильно Мы предлагаем союз с Крымом Да, они согласятся Но дело в том, что они уже не вступят в эту войну То есть это надо Альянсы нужно заключать до того, как началась война Насколько ясно А-а-а Можно, конечно, дипломатии, типа, и создать коалицию Но тоже это нужно делать до того Можно бы попытаться все-таки еще раз мир как-нибудь У них вообще-то здесь совсем мало армии У кого? У Генуи Всего одно подразделение Мы можем запросто Туда сейчас просто вот этими кораблями нашими 17 Которые транспортники Я сейчас вот сюда их подведу Так, я пойду перехожу быстренько Я их сейчас подведу сюда И пока там вся эта Австрия будет К тому же я не думаю, что они реально будут помогать во всей этой войне Ну то есть я сомневаюсь Это, конечно, дело престижа и все такое Но еще нужно разделить здесь Давайте возьмем 5000 3000 пехотой И пару тысяч Пару тысяч кавалерий И 5000 пойдут сюда Пока мы не понесли еще больших потерь от голода От голода Я их выведу Выведу Основную, конечно, силу я оставлю здесь На всякий случай Зачем у меня сфера влияния включена? Кто мне может объяснить? Региональная Где-то была же Колониальная Риски восстания Экономический Нет Ладно Так, сейчас подойдем Ну что такое опять? Корабли все-таки должны стоять вот так вот в море А, во, вот все Корабли вышли в море Отлично Сейчас мы подплывем И поскольку у нас будет намного больше Даже то, что у нас будет штраф Смотрите, как авторитет имперский подорван Так, даже вот, несмотря на это Мы берем Свою пехоту И выпрыгиваем У них тут уже два юнита То есть они нанимаются Но Как я погляжу У Кафы тоже сейчас война идет Миланы, Босния Так что у них там еще в Европе война Посмотрим, чем дело кончится Что-то я не наблюдаю здесь Вражеских кораблей никаких Так Бандиты нападают на пилигримов Ну да, пилигримов надо защищать Я не буду вдаваться в детали Просто защищать пилигримов Так У нас освободились священники Так что направимся сюда И в Эпир Эпир То есть Правильно говорить Так Тут победили Потеряли Правда подразделение Но по крайней мере Теперь мы тут будем осаждать И это нам Хоть маленький это счет Но Дает Стабильность у нас Правда теперь минус 3 Потому что мы втянуты Просто В отвратную войну Навара вступила в коалицию с Геной Ну до этого у меня нет никакого дела Навара уже слишком маленькая И слишком далеко Я не думаю, что Австрия Всерьез будет помогать в этой войне То есть Скорее всего Потому что у Австрии уже сильно Сильные штрафы Например Да И как и у меня Восстание Придется оттянуть армию Пока что Посмотрим Что пишут Не покорил я Сербию Да Не покорил Потому что у меня на Сербию Не было Претензий У меня и сейчас их нет А у нас Сильно Деразорганизована страна Мы не можем Объявить войну Но по сути Я не могу Объявить Войну Сербии Потому что У меня нет никаких претензий На это Кроме Ну Просто вот такой войны Обычной агрессии Поэтому Все происходит Так как происходит Если вы знаете Как мне В этом случае поступать Пишите тогда То что вы видите сейчас Вообще произошло Случайно И на монетку Я нажимал У меня Патрулируется Маршрут торговый Я получаю Достаточную прибыль У нас Много Много Зерна уродилось Мы получаем Бонусы К количеству Населения Которое можно Призывать в армию Ну что ж Хорошо Правда не знаю Как это связано Скорее наоборот Ведь Все крестьяне Должны быть заняты На полях Чтобы весь урожай убрать Мне так кажется Еще у нас Я знаю Что сейчас Пусто С советниками Например Два из одного Что у нас Слишком много Лидеров Печаль-беда Это Это где Это вот здесь То есть Одного нужно Выпнуть Ну Хорошо Давайте его выпнем Нет Не будем этого делать Пусть лучше будет штраф Пусть лучше у нас будет один Хотя бы еще командир Кроме нашего правителя Мало ли Нужно будет еще Куда-то его назначить Например Вот сюда Как вариант Сколько всего Три прошло Ой Давайте Побыстрее сделаем Ну судя по тому Что прошло уже Довольно много времени А по прежнему Войска от союзников Нету Я думаю что мы Потянем эту войну На самом деле Что это такое значит Вообще Вот это что такое Это счет Это общий зачет Смотрите-ка Смотрите-ка В Венеции Это кажется Медленно Наверное Приходит пипец От Милана Австрия Это вся Точно Австрия Занята в войне С Венгрией А Венгрия Вся оккупирована Польшей Венгрию Жрут Короче Жрут И совершенно Справедливо Что мне нужно Забирать Сербию Или Это будет Конец Ну ладно Ну ладно Ладно Крузеркингс 2 Нет Крузеркингс 2 Сегодня уже не будет Уже поздновато Так Посмотреть Против меня Ли Польша По-моему Нет Давайте здесь Еще посмотрим Нет 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 Против меня Только Итальянские Государства Рагон Кастилья Опа Так Мы захватили Кафу И они нам Предлагают Мир Они нам платят 39 дукатов И Поскольку у нас Не было никакой причины Мы получаем 0.3 престижа И 0 агрессии Я думаю Что нужно принимать Это дело И вывозить Отсюда Свои войска Теперь Ну вот И кто говорил Что я не вытяну Эту войну Я же говорил Что я еще Ее выиграю Но Это конечно Сложно Назвать Победой Но Тем не менее Теперь мы возьмем Отсюда Еще часть Воинов Думаю Что еще Побольше Пехоты Возьмем Вот так Вот Я думаю Мы сделаем Где-то Вот так Посадим Их на кораблики И отвезем В Трапезунт А также Посмотрим Можем ли мы Обвинить 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 Объявить войну Здесь Не можем Потому что у нас Минус три К стабильности А наша стабильность Как будет расти Это можно сделать Стабильности В окне стабильности Так У нас появилась Претензия На Валахию Это все Что осталось От Валахии Я так понимаю Подождите Ну-ка Надо разобраться Я слышу Приближение Да Я Пока Курил И говорил Своими делами Я смотрел Тебя На телефоне Я нашел Приложение На айфон А для твича Да есть У меня тоже На телефоне Я смотрел Так что Там был Кто-то говорил Про то что Надо Вот Постремить Я Ситуал Так Тратим Нашу Административную силу На то чтобы Восстановить стабильность Ты комментарий читал? Или тебе Тебе Ну Перескажи Последний Я там Кочу Почитал Я кстати Выиграл войну Если ты не заметил Я слышал Я же тебе говорю Я все Все видел Вот так-то Ну Я Я против Что-ли Был Мне очень Повезло Что Австрия Была здесь занята Скорее всего И вообще Никакого дела Не было до этого Потому что Просто им Не было дела До этого Так Теперь мы Подплываем Вот сюда И берем Просто вот так Грузию В охапку И захватываем Трапезунт Берем теперь Наши войска И Выпихиваем Для начала Вот сюда В Абхазию Высадимся Высадимся в Абхазию Потому что здесь Война продолжается Пишет Война не Продолжается Лол продолжается Почему Ты еще в войне То есть из войны Вышли только И так бывает Ничего себе То есть я не Я не прочитал То что они Только со своей Стороны выступают Ахаха Прикольно По-другому сказать Теперь я Два раза Лошара Сафри Ну ладно Это на самом деле Это не считается Да Как же Австрия глава А почему Австрия Это глава Я же войну Объявил Генуэ Это как-то Странно Наконец-то Заметил Лол Ну я как-то Не смотрел В этот угол Просто Так Ну да Здесь показано Что Австрия Возглавляет Но это вообще Довольно странно Правильно Ты это любишь Они не примут Даже мою сдачу Собственно говоря Они вообще Ничего не хотят Принять То есть Даже если я Предложу Им денег Они вообще Ни на что Не согласны Абсолютно Ни на что Даже на сдачу Я вообще Ни на что Не согласна Мне кажется У него просто Клинит мозги Из-за того что Писают что Они примут Только Тую смерть Ну это очень странно Почему Я бы так и сделал Нелогично Еще как логично Они Щутка Пока Пока они там будут Во первых У нас нет общей границы А у Австрии Нет столько кораблей Все Эксперт сдался Пишет Суши Всё Аааа А вся эта фигня Потому что Эгина Вышла От себя А не от всего Алия Я понял Уже Это да Я понял Что я Невнимательно Прочитал Ну что Поехо Бcción будут тянуть эту войну до конца надо дать это что советую то что идет время военно усталость растет скоро чем допустим конечно так австрийский тем более стал теперь император священной русской империи у него будут другие заботы да вынести тебя так время начинается к сэксперта и это чем время с собой с тобой согласен парень в примите спать вообще так вот и черного какой спать это дубров ехать в конце сел поспал я вообще даже не ужинал еще кому как все все из того что пришлось задержаться слышь макдак не в пень хорошо бургер еще успеем нет ты че я завтра обедать буду в макдаке и так нет че это ты каждый день в макдаке обедаешь нет не каждый день пятница день макдакам какой спайди так тут что-то случилось смотрите у нас тут еще один у меня уже были такие чуваки короче и по типа еретиков которые несут нам новые знания но они как бы еретики поэтому времена меняются прошлый прошлых нескольких я выгонял и сжигал даже но времена менять поэтому нам нужны новые люди так я правильно понимаю что я сейчас вот это вот грей же у меня увеличивается вот эти вот штуки я получаю как преимущество мгновенно я правильно понимаю но это вот появляются пушечки крючеркинг вообще не такая система технологий это неважно то что когда вот именно вот такое сообщение так артиллерия что тут 7 нужно да то есть когда я докоплюсь до 7 действительно будет артиллерия кулеврин появится нет ну с первой пушки легкие пушки вот бронзовые мортира появляется на семи или на семнадцать я не могу на семи так что у нас в албании у нас нормально все с религией теперь осталось в афинах и дать тебе за пушки мы бы дали только я не знаю как тебе передать больше я в пенте на варгане смотрите ка тут чё это грузи ведет свою войну какую-то здесь мы это у них на самом деле можем захватить вот майнс уже нам предлагаю предлагает перемирие смотрите-ка белый мир никто не получает да я согласен вот так у нас проблемы с качеством железа я не буду отвечать на тупый вопрос ладно ребят а ты мне скажи чё за вопрос это мне вопрос про медальку коменты читайте выше все поймете чё-чё-чё у нас будут дороже содержание то есть качество железа упало ну а что же делать так давайте посмотрим почему нас минус один кто-то блокирует у нас блокирует паника должна быть ярость заиграть заикание того посмотрите к стиле привела пять пять тысяч воинов а не хочешь ли ты получить по одному месту к стиле у них там военный альянс какие-то какая-то фигня так получили плюс один и 22 корабля и не апель привел свои корабли у них учу война кончилась что ли да нет у меня тут 17 транспортников сомневаюсь что будут хорошего еды помощью и к стиле уже разбил а нет не разбил они сюда еще провели вот я слепой так нет так делать нелогично эта армия останется тут лучше их отвезти в македонию как они стояли это грузинский флот который под нас конечно скорее всего выходит даже от наших грузовых кораблей потому что нам везет а эти идут сюда а мы отступим в таком случае успеем успеем так они привели 15000 а я всего лишь цитирую на самом деле они привели куда больше и непонятно как они это делают партиями что ли этот идет в софию значит и мы идем в софию все очень просто очень неудобно о австрия пожалуйста белый мир все ребят война закончилась австрияки решили что им не до того нет справа снизу горит это война с грузией так что наши корабли остаются здесь ребят мы пока еще смешнее обсуждали как награждать помощников так что забейте смысле возьмет руки прожег вот да они наедут решают кому-то к москве билашечку блин автосохранение меня бесит просто постоянно фризит монитор я думаю что у меня фпс падает то есть она падает я тебе сообщу если у тебя что-то упадет ладно ну так пока что без фризов идет у меня все отлично не знаю как а первые которые кадры ты видел в 1080 которые были нет я там нет у меня тогда тоже не лагало по моему вообще не должно на самом деле это как бы если у кого-то фриз какие то это интернет напрямую все короче сидим ждем выигрываем войну с грузией так но эти аналоги так национальная торговая политика в текст торговлю плюс 10 отлично мы продвигаемся дальше твоя задача создать армию захватить грузию у меня есть армия создай еще большую армию захватил так все целиком какой смысл больше земель больше земли больше тирании за чрезмерную экспансию хорошо но это это было в другой игре как бы немножко блин 17 раз предководить 18 пехоты давайте-ка один отряд один отряд кавалерии выкинем он останется в константинополе а эти пойдут теперь у тебя 8 к войну туда тут еще я еще вот 17 и здесь еще сложности озвучку у тебя войск посчитай ну 18 плюс 8 26 26 тысяч да я не я ни одной боевой единицы не построил сначала игры кораблей так что я бы я бы еще сделал не на это здесь хотя бы сверху по сути я могу в любой момент это сделать просто начиная деньги у тебя 5 700 монет 4 чё ты чё ты ну наверное потому что когда будет кроссайдер кингс 2 на запись в смысле на запись обычно серебро это 5 вот кстати еще одна причина по которой да мне нужно закончить сегодня стрим потому что пораньше потому что мне нужно еще записать скрыть реки тоже я не понимаю почему у меня военный счет падает я не понял в чем дело там нельзя посмотреть можно только посмотри потому что они удерживают ключевую провинцию собственно какие догадывался так ребят сегодня больше ничего не будет вы имейте совесть все-таки время позднее мы люди работающие игры играми а работа работает работа работы у нас опять кооперация с торговцем это что такое вообще кто это и где это крестьянская война что и все равно что у них там в индии гриб давайте сделаем вот так еще и армию разобьем если она от нас конечно бежит так вот сразу твоими ушами уши и бить и совесть имейте совесть он сказал тебя не так расслышали делайте с ней что хотите я слишком хорошее воображение а туда я не могу на ту территорию я не могу встать а когда будет следующий стрим по евро я не уверен что следующий стрим в ближайшее время вообще будет потому что я на этот то еле время нашел если так что да у меня есть альтернативная идея я могу просто во время когда я во что-нибудь играю включать стрим на twitch просто без микрофона например потому что это на самом деле утомляет ушки на макушке держите ну вообще подписка на твич как бы она существует причем там есть платная подписка есть бесплатная что это у нас тут предложение мира от грузии что они нам предлагают так они говорят от своего от половины своего альянса кто за них кто-то вступился резать прикольно мы говорим от всего нашего альянса собственно не нам всем предлагают то есть еду кодиру в том числе да они нам отдают трапезон и платят 34 дуката мы получаем 0 2 престижа и 11 2 агрессии потому что мы проводим экспансию я думаю что надо соглашаться это же была цель нашей войны правильно вот маленькая еще одна война прошла над чем этот угарал когда ты когда спрашиваешь ты говори никнейм хотя в этом чтобы люди понимают знаешь ты хочешь чтобы я я говорить не мог после таких ников ожидаемо да так вывели пехоту не знаю зачем это делал по земле потому что мог на корабли на самом деле забросить но тем не менее смотрим что у нас еще мне кажется я использовал против валахи я конечно могу еще как бы на валахи по моему уже не существует нет вот валахи я вам все еще могу объявить войну миша проверь долг кодиру можно аннексировать как это сделать наверно сначала найти а не мой вассал сейчас я наверное не могу их тут нету тут нету тут тоже нету это должно быть вот тут династических действиях отказать а вот аннексировать нужно 190 плюс а у это мы сейчас сделаем это запросто дипломатия где тут и тут нужно скачать мод я видел есть мод который разворот делает короче видимыми все всю дипломатию разума еще который границу улучшает и шрифты вот эти все они в этом в стим воркшопе есть надо этим заняться так улучшать отношения на правил все сейчас аннексируем лукадир и так люди науки я так понимаю что можно в общем отказаться да а можно потерять немного благочестия но разрешить людям науки да но мы конечно разрешим потому что что потому что мы поняли что порах дело хорошее очень полезное кроме того возьмем нашу армию 17000 посадим на кораблике я думаю что сейчас это можно сделать без проблем и переплыть сюда а 8000 переведем кстати я же хотел наращивать армию точно давайте откроем и manpower лучше всего нанимать войска то в таком случае в константинополе я правильно понимаю так 83 дня будет наниматься давайте еще пехоты сделаем так вот парочку отрядов пехоты поставим в очередь вот кстати на вылезает подсказка что чрезмерное увеличение империя это сказывается короче на доходе но нужно добавлять провинции в как их core провинции здесь они называются то есть ядро основные скажем да провинция если их добавлять о смотри саша не выдержал играть в доту вот я например афина добавил ахею да вот эти все провинции я добавил сделал их провинциями входящими в ядро и это означает что у меня всегда будут на них претензии я не получаю там штрафов господи мне звери уж нет тут ну вот уж пошел нет не мы с ним больше не играет а что и ты ты посланяй с ним бог не серьезно ура я рачи бог ахахахахаха ну хоть какой то давайте посмотрим что у нас вообще какие у нас есть он сразу в двух областях строить армию без очереди я знаю просто здесь самое здесь же самая большая это сила ресурс человеческий самый большой я думал что это имеет какой-то смысл как бы при формировании быстрее строим быстрее войска делаются правильно ведь смотрите здесь 91 день а здесь 79 я понимаю что это несущественная разница но тем не менее если бы я поставил ну при таком уровне это несущественная разница по сути то у меня же нет спешки сейчас никакой мне же не нужно много войска по-быстрому наклепать ну вот здесь я бы с тобой подходит на этот выстрел я буду получать в смысле ну а вот вот куда мне сейчас направлять военную мощь свою не знаю я бы не давал ей прострелять но это мое личное я так играю я тиран ты же знаешь у меня тоже кстати вообще то говоря монархи это деспотичная на самом деле короче создавая армию там где ты уже в ядре там быстрее ага но иногда помогает мишки вот потерял нить мысли то что может быть и глядясь к чему это относит мы опять туда пошли не прят и вы их как это я могу захватить сердцу почему то есть подкраинка с икидевая армия так не хочет это спешить тебя не поймешь в смысле сиди и клепая армия планирует коварные планы замыслом ты я вот коварно замысел я жду пока 190 накопится чего люди теряют веренность в правительстве у нас падает стабильность чай у нас новый султан а мы умерли ну то есть у нас у нас хреновый не почему с днем рождения ему 25 у нас довольно хреново все по статам нам нужен советник возьмем я думаю давайте возьмем вот этого хотя нет плюс 5 чуть слишком много ну тут это же хорошо нет за 5 за 5 дукатов в месяц у меня есть баланс плюс 7 всего лишь нет уже что-то слишком дорого обойдемся так этот что делает это снижает риск восстания а этот увеличивает доход а если если внимательно посмотреть где это смотреть где это смотреть то стабильность я хотел посмотреть где это поглядеть у тебя был махмед 1 или махмед 2 по-моему предыдущий же был мухаммед этот 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 мустафа если кому-то интересно мустафа а предыдущего я не как посмотреть предыдущего нету это это древо словно не а для добре должно быть где-нибудь зарыт любом ну может быть нет не знаю вот значит что улучшает стабильность господи народ пишите пишите как-нибудь более связанные ща попробуйте озвучить меж диспотчу твою можно сменить там на корону нажми рядом с название дипломатия какая-то там тьфу вот сменить правительство я услышал я понял я понял я переварил и понял ну можно можно сделать феодаль например и все и все это одобрит ну и зачем мне это слышишь кем был предыдущий это важно говорят тебе надо выяснить как это может быть важно не знаю это сейчас уже никак не влияет он же умер не знаю может человек пытается выяснить исторически у тебя события происходят или рандомно думаю что рандомно потому что скорее всего я исторически не стал но неважно в данном случае я хотел посмотреть у меня отвлекли я хотел посмотреть что влияет на стабильность в данном случае тут что торговля это штрафы которые я получаю а как посмотреть что кроме администрации а у вели слишком меня слишком много уже надо вот 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 подожди смотри значит тут подписывается каждый уровень стабильности умножится на общую силу торговли защиту от шпионажа дальше позитивные очки увеличиваются на риски восстания я не буду все это зачитывать значит нам нужен чувак который будет снижать риски восстания совет то есть вот этот как мне кажется что у нас еще фигово у нас еще военное фиговое дело так что нам нужно еще и военные военные технологии дисциплина я думаю что вот этого возьмем он моложе сколько играет до 1820 года чё до 1820 года нет когда началась ты начинал в каком году в 1450 каком то чё это ладно всего до 20 лет ты же знаешь я медленно играю у меня все время вторая скорость тут я смотрю как кораблики плавают мне нравится ооо и три бури так здесь я вроде все прокачал да вот значит что у нас доступно тут стабильность только покупается за адм очки административные да ну нет там же есть там же есть что то что компенсирует ее сейчас посмотрим будет компенсироваться или нет я думаю что нет скорее всего а секты можно запретить ого смотри слышь короче чем больше у тебя провинции тем больше тебе надо денег на то чтобы стабильность вернуть на плюс 3 да я понимаю а что обязательно до плюс трех то нуля не советники 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 да советники вот все на месте я же выбирал только что советников что у нас тут такой национальный раздел чего слишком много разных окон всплывающих это что такое восстание в трупе зонди сейчас подавим где там наши лишние три тысячи воинов лишние конечно так ладно ухи и за 500 дукатов централизацию улучшить тогда у нас увеличиваются риски восстаний и увеличивается доход от налогов нечет как-то это не катит нам нужно потратить деньги на стабильности но точнее силу административную а все тогда жди не знаю чего это мы да все просто напросто потратим и не будем париться потрачено так я думаю что нам нужно изгнать всех еретиков а вот это я пока еще не успел прочитать что такое а нужно официально типа власть принять ну точно еще у нас освободился миссионер почему-то мне не приходит уведомление о том что он освободился поэтому направим его в морею афина и все это будет последние а еще нет еще вот здесь понись военную усталость и повысь стабильность может за военные можно за военные очки подавлять восстание в конкретно взятые провинции ну зачем если я могу туда войско привести так ересь в огонь его еретиков будем сжигать как и положено почему-то у меня доход упал сильно на содержание армии содержание флота ну да похоже на то так 11 объединили назначили я пойду и следом точно я же могу еще назначить где это где это где это где это нет новый генерал а где то вот же можно нашего полководца сделать генералом еще точняк я как тебе сказать сделать это честно а у прошлого правителя это было прошлый правитель у меня сам был он возглавлял все войска везде классный вот так опять восстание я ж только что их подавил дави еще это что такое тефтонский орден просит проход а армия разбивает уже восставших но не снижает риск восстания а ну это понятно да логически его делаем то что с помощью той и накса спросит у нас придите в пеню чё куда то они собрались по моей территории идти пищеваритель сменился и что то есть ну ясное дело он же не какущий у того было всего по 6 или ой я уже в минус иду на содержание армии ну это потому что у нас пополняются пополняются юниты мы же понесли потеря как там с лукодиром 179 мне там что то подожди там был какой то совет как с армией как восстановить стабильность понисть военную усталость повысить стабильность вот военная усталость ее нужно понижать капитан очевидность просто вот вот это вот вот же кнопочка точнее капитан очевидность она же и так сама по себе падает ну давайте потратим немножко потратить потратить это денег много потратить и любишь я еще и вот так сделаю в плюс один а нажимая handle и ты типа увеличиваешь карательные меры с этим я уже сталкивался было такое да мне что то как то не очень понравилось там же нужно тратить хотя так тратить ну да ну знаете как я вам скажу здесь недалеко идти поэтому да иди пройди если что будем подавлять а в смысле ну как бы они же я знаешь сколько я за содержание армии плачу у меня все на максимуме смотри где это видишь все на максимуме я здесь секунд увижу ибо баланс средств вернулся да нормально пробегутся полстраны нормально все нормально иран сам настоящий вот из-за таких людей у нас легитимность власти не особо то но она постепенно растет была сотня с новым правителем упала так что ну когда там дулкадир уже перейдет короче сейчас все сейчас аннексируем дулкадир и надо закругляться да уже по 11 опять восстание а это что такое нет никто не получит у меня военного прохода вы что ребят совсем офонарели проси баблу и много и зачем у меня тысяч минутку откуда у меня такие деньги вот-вот я тебе говорю много денег я не помню подождите откуда так много стало вдруг резко я получил какие-то репарации или что чего это сначала смотрел у тебя было 200 потом через некоторое время я увидел тебя 700 потом 900 и очень часто я фича я и так часто туда заглядывал не может быть такой дикий доход а чё он давайте строить тогда раз таки раз такое дело хочешь ты а рассеянный ну я у меня очень сильно теряется концентрация когда я снимаю что-нибудь я поэтому и фейлю так много да да взял войну объявил извините этот заболтался ну да так оно и было на самом деле так и напиши там этим королям всем извините по скайпу причем ну чё что я думаю будем строить просто наобум все вот да чтоб не думать конечно так проще то есть что это вот это здесь уже построил торговые тысячи не построил торговые он здесь построен вот как нибудь так немножко денег потратили нормально и снова пошли на марш я думаю миша знает что есть султанов команды от армии и если армия проиграет это то есть вот он умрет все будет против него ну у меня не султан команды от армии так что миха миха рассекретить информацию о твоем телосложении а ну да я дрыщ он дрыщ да причем здесь так и написали дрыщ или толстый ээээ дрыщ 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 тот еще еще и в очках прикиньте да четырехглазый демон блин это хочу у нас есть претензии какие претензии откуда плюс 10 доход сколько доход пять шестьдесят семь ну от налогов тринадцать от торговли четыре от торговли доход почему-то упал кто мне может объяснить может быть ты не защищаешь торговые пути может надо на них поставить какие-нибудь кораблики например да нет вообще-то вот эти ребята как раз таки защищают торговый путь эти защищают в александрии эти защищают в константинополе то есть они вот тут вот так курсируют у меня да стекла у него забавные причем они такие как у мухи еще с острыми углами он видит очень многом-многом в смысле я не понял что что значит с острыми углами как может могут быть ну я не знаю я забыл как называют эту фигуру что с цилиндрами нет ну короче эти линзы называются цилиндрические если ты об этом нет я не об этом в том что ты делаешь это понятно забей короче это что тонкие были типа стандартная веселая сказка меня жердяем назвали типа ты тонкий я толстый конечно же рабас известный просто какой жерах ничего подобного это мир выпитанный тебя кроликам из мини пуха назвали но я вини пух нет не похож наверное кто ты на кролика похож но я на вини пуха точно нет но я это имею ввиду на кролик ладно кролик фикс не слушайте я конечно сильно извиняюсь но с каких пор я стал союзником гранаты ты у нас спрашиваешь ну я точно не союзник гранаты абсолютно точно тебя просят включить вебку слышишь я не включаю вебку вебку нет потому что для этого надо настраивать в трансляции короче менять и смущается ты у бардака потому что я сижу в одних труселях здесь зато тебя во всех пикантных подробностях рассмотрят каких да и ладно пикантных я же в трусах а не без трусов нет если ты без трусов сидел я бы назвал это по другому ну ладно я не вижу тебе говорят отклонить, видимо это если я правильно понимаю там сообщение да нет отклонить то, конечно отклонить это и так понятно я пытаюсь понять почему мне здесь написано что здесь faithful ally здесь написано то есть типа доверенный союзник Союзник. Ой, они передумали смотреть вебку. Я не вижу. Тут нигде гранаты, так что... Да нет, они в ту степь уже. Причем здесь Михалыч с красными труселями. Обычные труселя. Никакие не красные. Красные. Так. 171. Так, давайте к игре вернемся в хороших труселях. Да ладно, пусть обсуждают, что хотят. Мне это все равно. Какой доверенный уртл-то чего? Религиозно не же. Ну... Спорный вопрос. Вбейте в переводчик, и вы увидите. Prompt.ru подскажу. Да нет, Prompt так себе. Ну, по-моему... Ну, годится и Prompt, но вообще... Faith это вера, я не спорю. Но Faithful это... Не обязательно обозначает религиозную принадлежность. Вот, у нас опять дипломатическое оскорбление. Недоверенный союзник религиозный, там ислам был. Имхо. Нет, спасибо, Кэп. Я знаю, что Гранада это исламский. Да я тут причем, я только читаю. Я тебе и не адресовал это. Не, ну просто обычно ты любишь это мне говорить, вот я из привычки. Нет, я понимаю, что здесь дело было именно в том, что... Это исламское государство, и поэтому они зовут меня на помощь. Но там, почему там написано тогда было... Ну, в общем, Faithful я вот прям сейчас даже специально сделаю. Мне не лень. Мне не лень. Вообще не лень. Вот тут говорят. Так я тебе что попрошу? Мне лень. Faithful. Верный, преданный, правдивый. Но другое значение верующий и правоверный, как я и говорил. Но основные... То есть с церковной точки зрения, да. Но основное значение этого слова это преданный и верный. Как я и говорил, собственно. Так что не надо пытаться улечить меня в плохом знании английского языка. Здесь можно понимать и так и сяк, на самом деле, в данном случае. Торговцы беспокоены, что я их не защищаю? Да понял он, что союзник поверит, в какие-то факты. Ну, союзник поверит, поверит. Но почему именно таким образом сформулирован? Давайте дальше. В Аллахе. Ну, объявить войну. Показать им превосходство свое. Опять эта фигня? Не буду я в этом участвовать. Фигня это все. Я хочу Дулкадир. Я с этой целью вообще сегодня стрим начинал. Чтобы понять, как мне из вассалы превратить их в... Как это? Ассимилировать? Нет, не ассимилировать. Как это было слово здесь? Тебя назвали нереальным невнимателем иногда. Да, это правда. Это правда. Аннексировать, точняк. Вот то слово, которое искал. Так, у нас появляется еще один торговец. Отличные новости. Кстати, действительно, можно быть из-за того, что ты защитник мира, поэтому я позвали. У нас родился наследник. Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Так, появился торговец. Вот хороший вопрос. Куда мне отправить торговца? Где подозрог? Мы раскрыли агента. Охранник стражи. Что здесь выступает, как в крузах вот эти твои пробеженные в качестве раскрытия? Советники, что ли? Да, да, да. Здесь в качестве советников есть только вот эти три советника, которые формируют силу государства административную, дипломатическую и военную. Вот эти очки, вот они накапливаются благодаря, то есть они складываются ежемесячно из силы правителя плюс силы советника. И все это ежемесячно плюсуется сюда, ну, в общий счет или сюда. Предел 1248. По-моему, он может увеличиваться в зависимости от государства, там, и еще чего-то. Не уверен. Так, смотри, первое. Сначала дать им союз, второе дать им генетический враг, третье отношения поведение. Это все уже есть. Я жду, пока у меня отношения до 190 докапывают. Уже 188 есть. И меня я просто только на стриме узнал, что, оказывается, после того, как они стали вассалами, их можно еще и аннексировать после этого. Я-то не знал. Ах, ты ж не внимашка. Ну, я не видел. Просто я не видел. А ты же говоришь, не внимашка. Интересно, а я могу сюда еще одного направить? Нет, только одного торговца в один торговый центр. А куда же мне еще одного торговца деть? Например. Продай. Если я буду собирать в своей столице, это не имеет никакого смысла, потому что я и так с ним собираю. Ладно, пусть будет. А, еще говорят, запихать им денег. Да, погублю. Ну, все, уже 190. Два раза причем. Уже 190, уже можем, все. Получим 5 престижа. Ну, и, собственно, там еще всяк по мелочи. Аннексироваться будет несколько лет. Да вы че? Угу. Видимо. А где написано? В чате. Нет, это я понял. Здесь почему-то это нигде не пишется. В Гибралтар отправь, этого торговца своего. Я не могу. Че это? Я могу только направлять, то есть я не смогу здесь собирать денег, я смогу только направлять торговлю здесь. А в таком случае мне проще, например, в Венецию его тогда отправить. Отправь. Че нет-то? Все же лучше, чем ничего. Вот этого мы отправим. Ну, хорошо, отправим. И мне нужно отправлять вниз, правильно? Не вверх по линии, а вниз из Венеции, вот в эту сторону, чтобы в конечном итоге деньги текли мне, правильно ведь? Я правильно понимаю? Видимо. Ну, вот, скорее всего, но я с торговлей пока еще не прошарил. Кто там, в какую сторону... То есть, вот это течение, оно же не изменяется, соответственно, я смогу влиять только вот на это, которое вниз идет. А, лагает. О, все. Это и у меня. Сохранение, что ли, было? Нет. Она вообще подфризивается немножко, часть кадров теряется. Отправляй войны, нет, отправляй. Да, правильно. Не знаю, что там было, правильно? И чего я этим добился? Небольшой прирост в торговле, я что-то не понял. Я же не могу здесь, я даже не могу направлять торговлю здесь. Почему-то. Странно, ну ладно. Опять косарь. Да, я видел. Лишний миссионер, отправим его сюда. Так, ну-ка, дайте-ка я... А это я могу объявить войну? У тебя доход в этом торговом центре растет. Так... Правда, очень медленнее. То есть я все-таки буду собирать здесь часть прибыли, я так понимаю. Видимо. Подождем комментарий, может быть, нам человек объяснит подробнее. Вообще, на самом деле, надо посмотреть туториал, я знаю канал, где есть хороший туториал, я даже про него говорил в первом взгляде. Это... В смысле, невнимашка там, знаешь, это... Там 40 видео, туториалов, лол. Конечно, посмотри все. Сейчас прилетело два, да, чат? У нас... З. Ну, так как понять, так сколько будет аннексирование длиться? Что-то я не вижу. Нигде это не под... Может, и слепой, конечно, что очень вероятно. Препутал раскладку, жестко вышло. 4,8% только прошло. В 87-м году будет аннексировано. Ох, хорош. Нет, все, ребят, хватит. 13 лет, сидим, играем, да, завтра на работу не идем. Хватит. Это выше моих сил. Ой. Да, еще одна причина заканчивать. Это была смс-ка. Вот, так что, да. Давайте по последним вопросам, быстренько. Я тоже свернусь, чтобы прям все почитать. Нет, играй, уртволст. Устал. На самом деле, я вот вам скажу, то есть, то, что сегодня Руслан со мной, это вообще отлично, потому что намного проще. Так я еще постоянно сворачивался. Ну и одному намного сложнее. Да, я понял, что сейчас мне напишут. Пусть подумаю над этим. Нет, нет, никакого Круздерикингса. Вообще, ребят, вам что завтра? Никуда не надо, я не понял. Я, конечно, понимаю, что большинство, наверное, каникулы пока еще, но... Нельзя верить моему слову, точно. Это, ребята, я вам точно говорю. Проверено многолетним опытом. Вот не надо. Не надо грязи. Да. Так, давайте еще быстрые вопросы. И мне еще надо... Вопросы, кстати, стрим, бф, погнали. Бф надо установить для начала, лоу. Ну так установи, сколько времени уже прошло. Нет. Мог бы хотя бы обычный поставить без дополнения. Ты чё, нет? Так. О, тебя научат, смотри, заманчивое предложение. На самом деле, я могу сказать одно то, что в такие игры надо учиться не у кого-то, а самому на своих ошибках. Ну, тоже на самом деле, да, справедливо, довольно. Сколько ты меня не пытался научить в Crossader Kings, так я и, по-моему, стоя слов немного выцепил. Вот, то есть, с своего собственного опыта я почти всю игру и понял почти сразу. Не в Нимашке, в красных труселях. Я скрывал, а то я нервная система, и это за это мешал. Да ладно, чё такое? Комментарь есть. Так, ладно, в общем, всё. Раз вопросов таких здравых больше нету, тогда я, по крайней мере, уж точно сниму ещё Crossader Kings за сегодня. Когда она появится, я не могу гарантировать, что она появится завтра или сегодня, потому что, ну, сами понимаете, рендер, там все дела. Но, короче, видео будет. Но, в крайнем случае, в воскресенье оно будет, я думаю. Если я тебя привяжу в стул, ты никуда не поедешь, тогда видео будет с собой. Я тебя не пущу домой. Я тебя из дома не выпущу. Мне Димыч поможет. Играть в Crossader Kings 2 вместе, я этим предлагал уже. Погнали! Давайте постримим в несколько человек. Но их же всех не собрать, а ещё есть отдельные люди, которые жалуются, что они несбалансированные. Так что... Только давай без стаса. Да ладно, больше народу веселей. В общем, если возможность будет, будет и кооператив, всё, ребят, будет. Время! Нам надо с этим делать. Очень, очень дорого мне обходится. Спасибо, что смотрели. Как обычно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и всё дела. Я знаю, что здесь нельзя, но тем не менее. Так что...